В мире футбола В мире футбола В мире футбола В мире футболисты 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 Опять же, первый сезон в новом клубе показал проблески надежды — 7 голов и 11 голевых передач. Но Челотти был уволен в конце сентября 2017-го, и Хамес, справедливо это или нет, снова присел на лавку. Более того, оказалось, что Хамес очень сложно переносит холод. Даже мягкие баварские зимы казались колумбийцу невыносимыми. «Я часто задавал себе вопрос, что я делаю в таком холоде?» — говорил Родригес. Выкупать Хамеса мюнкенцы не стали. Он вернулся в Мадрид, где уже новый тренер Зенедин Зидан не нашел для колумбийца места в основе. Зидан был недоволен отношением Хамеса к тренировкам. По мнению француза, Хамес недорабатывал. Он мало боролся за мяч и редко возвращался к своим воротам. Француз сделал ставку на Модриджа и Тони Кросса. Колумбиец решил повлиять на тренера другим путем. Он начал раздавать интервью местной прессе, где упрекал Зидана в отсутствии доверия и вообще грозился уйти из Реала. Однако француз всегда славился своим хладнокровием и футбольный шантаж не прошел. Фактически на возрастном пике карьеры Хамес Родригес, который еще недавно считался потенциальной мировой звездой, сыграл 18 матчей за два сезона. Если взглянуть на титулы, то у Родригеса суперуспешная карьера. Он двукратный победитель Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Германии и собрал еще ворох второстепенных трофеев. Однако на клубном уровне нигде лидером он не был. Хамес так и не смог реализовать свой талант. Чемпионат мира 2014 открыл ему дверь к трофеям, но не дал возможности полноценно развиваться. Тренеры просто не доверяли ему, что сломала возможность стать настоящей звездой. В 2019 году Хамес Родригес подписывает двухлетний контракт с Эвертоном. Поначалу все шло неплохо, ведь у руля был знакомый тренер Карл Анчелотти. Сам Родригес говорил, что перешел в Эвертон и согласился на существенное понижение в зарплате только ради Карла. Анчелотти принял Эвертон на 12 месте, там же его и оставил. Вскоре его заменил все тот же Рафа Бенитес, у которого с Хамесом всегда были сложные отношения. «Я рассчитывал остаться в Эвертоне, мне очень нравился клуб, его борельщики, но тренер не рассчитывал на меня. Он не нуждался во мне, и мне придется уйти», — так говорил сам Хамес. Он демонстративно отстранился от жизни клуба и даже на одном из стримов сказал, что не знает, с кем у Эвертона будет ближайшая игра. Тут же поползли слухи о следующем клубе в карьере Родригеса — «Зенит», «Истамбул», «Галатасарай». В итоге Хамес решил выбрать деньги и подписал контракт с катарским Эр-Раяном. «Новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо, Эр-Раян, за то, что подарили мне это», — так прокомментировал свой переход сам Хамес. Однако в Катаре Хамес пробыл недолго, сыграв всего в 13 играх и уже в следующем году перебрался в греческий Олимпиакос. Вот такой неоднозначной вышла карьера Хамеса Родригеса. Блеснув в начале на том самом Мундиале 2014 года, позже колумбиец не смог переплюнуть свои же достижения. Из-за этого в глазах многих тренеров он стал выглядеть игроком, у которого нет стабильности. А если нет стабильного результата, то нет и доверия. А на этом всё. Пишите в комментариях, о каких ещё футболистах, загубивших свою карьеру, вы хотели бы узнать. Кстати, не забывайте про приветственный бонус за регистрацию. Ссылка будет ждать вас в закреплённом комментарии. Ставьте лайки и бейте в колокол. Здесь будет ещё много интересных футбольных историй.